Ранее на канале Кинофинт Ранее на канале Кинофинт В прошлый раз речь шла о первых трех фильмах Смита «Клерки», «Тусовщики супермаркета» и «В погоне за Эмми». Несмотря на то, что его первые три фильма в основном понравились публике, все же они оставались весьма нишевыми лентами, так сказать, легендарными в узких кругах. Это можно объяснить тем, что Смит снимал фильмы в основном про себя и своих друзей, о проблемах обычных молодых людей. Однако четвертый фильм Кевина стал картиной вселенского размаха. Об ангелах, пророках, боге. Да, это была догма. Но чтобы рассказать, как создавалось это кино, нужно вернуться на много лет назад. Как я уже рассказывал, в школьные годы молодой Кевин был вполне обычным пареньком. Увлекался хоккеем, комиксами, фильмами. Но среди его увлечений было редкое и нетипичное хобби. Он интересовался христианством. Вообще, Смиты были религиозной семьей, и Кевин учился в католической школе, где преподавали монахини. Но будущему режиссеру не пришлась по вкусу система преподавания от них, поэтому он самостоятельно читал и изучал всю доступную литературу на тему жизни святых и истока христианства, в том числе и текста, не признанной церковью и считавшейся еретичеством. В итоге у него сформировалось свое мнение об Иисусе и христианстве, с одной стороны связанное с католичеством, с другой – противоречащее ему. Уже после окончания школы Смит решил для себя, что церковь в большей степени сосредоточена на грехе и наказаниях, чем на проповедях самого христианства как религии радости и любви. Также он был в восторге от сложной христианской мифологии с ангелами, демонами и прочими составляющими. Тогда же он решил, что было бы неплохо все это отразить в интересном фильме, которым можно было бы показать широкой аудитории, чтобы развлечь ее и чтобы предложить новые идеи интерпретации католичества. Как рассказывалось ранее, Смит побывал в Каннах в 1994 году со своим дебютным фильмом «Клерки», где получил два приза. Однако главным событием для Смита в Каннах стала премьера криминальной чтео Квентина Тарантино. Фильм настолько поразил Смита, что тот вдохновился им и написал первую версию сценария «Догмы». У Тарантино он позаимствовал смелость смешивать трагичное, комичное и безумное. В той версии сценария действовали ангелы, демоны и другие сверхъестественные существа, и ключевые вопросы бытия обсуждались в типичную для Смита юморную маневую. Само название «Догма» родилось уже тогда, поскольку оно было иронией над всеми догматами, как ему казалось уже устаревшими. Так ты за этим меня позвал? Ради этого я пропустил мультики? Впрочем, Смит понимал, что для такой постановки нужны средства и, что более важно, набитая рука постановщика, и он не хотел портить этот проект, поэтому «Догма» была отложена в долгий ящик. Одно время он даже предлагал поставить фильм Роберту Родригесу, однако тот отказался, ибо считал, что это очень личная история самого Смита, и тот должен срежиссировать фильм сам. И вот когда первая джерсийская трилогия была снята, Смит вернулся к проекту фильма о религии. В новую редакцию сценария он поместил факт, что вход собора в Нью-Джерси в честь юбилея прихода дает полное отпущение грехов. Кстати говоря, на эту идею он натолкнулся события из его детства, когда Папа Римский благословил приход его города в честь столетия на прощение исповеданных грехов. Тогда он так впечатлился этим событием, что сделал индульгенцию основой сюжета «Догмы». В новом сценарии Смита два изгнанных из рая ангела решили воспользоваться временной индульгенцией в храме в Нью-Джерси, чтобы очищиться от божественного наказания и вернуться в рай без божественного позволения. Ведь Господь обещал, что решение, принятое церковью на земле, будет действовать и на небесах. Но так как мир держится на нерушимости Божьей воли, то успех ангелов означал бы разрушение фундамента мироздания. Чтобы предотвратить конец света, райские обитатели отправили по следам блудных ангелов дальнего родственника Иисуса, который прежде и понятия не имел, что происходит от одного из младших отпрысков Богоматери. По мнению Смита, у Иосифа и Марии не могло не быть собственных детей после непорочного рождения Иисуса. Этим родственником сначала должен был стать обычный парень крепкого телотложения, но вскоре Смит решил, что им станет женщина, весьма хрупкого телосложения, потому что она бы уж точно не смогла остановить двух ангелов, один из которых устроил всемирный потоп и уничтожил Содом и Гаморру. Пошел ты, любой дурак с коробком спичек устроит пожар. А дождь из серы, как тест на выносливость. Геноцид самое утомительное занятие после хоккея. Кстати, героиня должна была быть стриптизершей, но в итоге она стала сотрудницей клиники абортов. Это самая не католическая профессия, какая только может быть в Америке. При этом героиня считала себя католичкой, и ее приятие абортов отражало бы ее сомнения в догматах церкви. Изначально она должна была взорвать храм, чтобы не пустить ангелов в нее. Вместе с этим героем спасать вселенную направлялись еще несколько человек и потусторонних существ, включая Руфуса, забытого 13 апостола, которого исключили из Нового Завета, потому что он был чернокожим. Последнее было прозрачным намеком на давнишний спор о том, каким расам принадлежали ближайшие сподвижники Иисуса и как выглядел сам Спаситель. Когда режиссер всерьез задумался о съемках Догмы, он дал почитать раннюю версию сценария своему другу, Бену Аффлеку, чья карьера тогда была на самом взлете. И ему очень понравился Бартлби, один из двух падших ангелов и, по сути, главный антагонист. Поначалу рассудительный, но в дальнейшем совершенно безумный. Дамы и господа, вы признаны виновными в преступлениях перед вашим всем благим боженькой! Аффлек сразу же подрядился его сыграть. Роль второго ангела, менее умного и более эмоционального, Локи, была написана по Джейсона Ли, партнера Аффлека по фильму «В погоне за Эми» и по тусовщикам супермаркета. Но к тому времени, когда Смит начал собирать группу Догмы, съемочное расписание Ли оказалось полностью забито. Так что режиссер согласился попробовать в роли Локи, давнего друга Аффлека, Мэтта Дэймона, который почти одновременно со съемками «В погоне за Эми» сыграл с Аффлеком в драме «Умница Уилл Хантинг». Тогда умница еще не вышла на экраны и не стал хитом. Надеюсь, вы помните, что Локи — это имя бога из скандинавской мифологии и что в христианстве есть мнение, что языческие божества — это падшие ангелы и демоны, выдающие себя за богов. Хочешь потянуть время? Несмотря на то, что Кевин понял, что ему комфортно работать с друзьями и маленькими бюджетами, все же «Догма» не могла быть снята за сущие копейки. Успех «В погоне за Эми» позволил Смиту выторговать у студии «Мирамаг» с предварительным бюджетом в 6,5 миллионов долларов. К этому бюджету прилагались определенные условия, главным из которых было задействовать известных актеров. Это означало, что основную героиню по имени Вифания не сможет сыграть Джоэл Лорен Адамс, тогдашняя девушка Смита и главная героиня «В погоне за Эми», под которую эта роль и писалась. Впрочем, пошли на спад, так что не похоже, что Смит сильно расстроился от того, что не продолжит работать с Адамс. Когда сценарий «Догмы» прочла Линда Фиорентина, героиня второго плана в тогда только что вышедших людях в «Черном», она очень заинтересовалась ролью Вифания и впечатлила Смита своими познаниями в католицизме, так как сама выросла в католической семье, как и Смит. Фиорентина была старше своей героини, но Смит это изменил, сделав ее еще старшей и более разочарованной жизнью, чтобы поработать с Линдой. В дальнейшем режиссер пожалел об этом, поскольку работать с Фиорентино оказалось сложнее, чем со всеми ее коллегами по фильму. Смиту так не понравилось сотрудничество с Асавинраной актрисой, что позднее он говорил, что надо было отдать главную роль эстрадной комедиантки Джанин Гарафала, которая сыграла в «Догме» эпизодическую роль сотрудницы и подруги Вифании. По внешним данным, Гарафала действительно могла бы заменить Фиорентина, но Фиорентина более харизматичная звезда и фильм вряд ли бы проиграл от ее участия. Кстати, об участии Фиорентина в фильме «Люди в черном» можете посмотреть здесь. Роль 13-го темнокожего апостола Руфуса была написана в расчете на Сэмюэля Л. Джексона. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое падет на тебя. Однако при личной встрече Смиту очень понравился эстрадный комик Крис Рокк, и в итоге ему была отдана роль апостола, который падает с небес на землю, чтобы помочь Вифане и рассказать людям о себе и о своей дружбе с Иисусом. Ты знал Христа? Знал? Он должен мне 12 баксов. Узнав, что британский актер Анн Рикман из «Крепкого орешка» оказался большим поклонником в погоне за Эмми, Кевин Смит и Скотт Масье предложили ему роль главного ангела. И тот сразу же согласился. Метатрон – глаз Господа, который возвещает людям божественную волю. Бог в догме не может напрямую говорить с людьми, потому что его голос их убивает, даже когда Бог принимает человеческий облик. Метатрон не упоминается в Библии, о нем известны из Талмуда и Кабалы. Хаз есмь Серафим, я Шишка, старший у ангелов. С самого начала Смит знал, что Бог появится в его фильме и что он будет выглядеть не так, как его обычно себе представляют в человеческом облике. Поэтому в самом начале Бог является на землю в облике пестро одетого волосоватого мужичка, а в финале картины Бог принимает облик причудливо наряженной женщины и общается через Метатрона или выразительными жестами. Это, конечно, было сделано специально, чтобы максимально дистанцироваться от привычного церковного изображения Бога. Режиссер прочил на роль Бога-женщины Холли Хантер, но та решила, что с нее достаточно роли ангелов в комедии Дэнни Бойла «Жизнь хуже обычной». Рикман предложил снять его давнюю британскую знакомую Эмму Томпсон из «Разума и чувств», но та вскоре забеременела и побоялась ехать в Америку на съемки. В итоге роль Бога получила канадская американская рок-звезда Ланнис Моррисет, которая была среди претенденток на роль в Юфании. На взгляд Смита в канадке было что-то потустороннее и инопланетное. Я же говорил, забавное. И хотя Джейсон Ли не смог сыграть Локи, он нашел время для более скромной и не менее значимой роли демона Азраила, который тайно организует поездку Бартлби и Локи в церковь Нью-Джерси, а затем противостоит Вифане и ее спутникам. В то время, как ангелы поначалу просто хотят вернуться домой, и они долгое время не понимают, чем чревато их посещение церкви. Азраил же все прекрасно осознает. Он хочет с помощью ангелов и католиков уничтожить мироздание. Смертная, а ты бывала в аду? Думаю, нет. Мне лучше сгинуть, чем вернуться туда. В окончательной версии сценария Смит не стала отказываться от самой идеи и включить в действие стриптизершу. Эту работу получила Муза, воплотившаяся человеческое вдохновение. Муза явилась на землю, чтобы самой начать творить, но она обнаружила, что способна лишь вдохновлять других, в частности, на создание хитовых сценариев. Поэтому ей пришлось зарабатывать на жизнь в стрип-клубе. Про мальчика, он остался один дома, ворвались грабители, и он их одолел. Ха, это не мой проект. По совету Харви Вайнштейна, Смит на роль Муза пригласил мексиканку Сельму Хаек, которая как раз сыграла стриптизершу-вампиршу в фильме «От заката до рассвета». Изначально Смит сомневался, ведь кроме сексапильности ему нужна была умная и решительная героиня, которая присоединяется к крестовому походу в Вифане и очень ей помогает. Однако, когда Смит познакомился с Хаек, он устыдил своего стереотипного представления о знойных красотках и с готовностью доверил актрисе Музу, так как узнал, что Хаек очень образованная и разбирается в теологии не хуже самого Смита. Вместе с остальными Вифанию сопровождают пророки, центральные персонажи киновселенной Смита, Джей и Молчаливый Боб. Они ничего не понимают в христианской мифологии, но все равно оказываются полезны. Смит готов был сыграть Молчаливого Боба и снова доверить говорливого Джея своему давнему другу Джейсону Мьюзу. Но Мьюз в то время уже плотно сидел и тут прошел курс лечения и какое-то время оставался чистым. Но вскоре после начала съемок Догмы он вновь начал колоться. Правда не в таком количестве как прежде, но это все равно стало заметно. Несмотря на это актер выучил свой текст наизусть и старался не подвести друга. Работать с Мьюзом было нелегко, потому что он например часто засыпал средь бела дня. Однако когда он включался, он был таким же забавным и обаятельным как и прежде. Так что свою роль в Догме актер не потерял и дружбы со Смитом и эти двое. Нет, тихий-боп, я без балды. Ты что ли издеваешься? Одним из источников комического вдохновения для Смита был ветеран эстрадной комедии Джордж Карлин. Поэтому режиссер был очень рад, когда Карлин согласился сыграть кардинала Глика, который организует индульгенцию в Нью-Джерси, чтобы привлечь в храм новых верующих. При всей любви к католицизму Смит не испытывает особой привязанности к церковным иерархам и Глик изображен как циничный и самовлюбленный осел. Приглашение Карлина на эту роль довершало унижение персонажа, так как сам Карлин в своих выступлениях остро шутил про религию и открыто признавался в атеизме. При этом Карлин происходил из католической семьи и в христианстве он отлично разбирался. Не забыл Смит и про своих друзей Брайана Охиллорана и Джеффа Андерсона, которые также сыграли в фильме. Охиллоран сыграл телеведущего Гранта Хиггса, это постоянная фамилия его персонажа во вселенной Смита, а Андерсон исполнил уже привычную роль продавца, только уже в оружейном магазине. Также в некоторых эпизодах можно увидеть старых друзей Смита, которых он всеми правдами и неправдами протащил в свой новый фильм. Вместе с известными актерами Миромакс заставила Смита нанять нового оператора-постановщика. Над своими первыми тремя картинами режиссер работал с Дэйвом Клайном, с которым познакомился еще в киношколе и работа Клайна вызвали претензии профессионалов, Роберт Йоман, постоянный сотрудник артхаусного режиссера Уэса Андерсона. Йоман показал Смиту, как можно снимать интереснее, разнообразнее и кинематографичнее, чем это делал Клайн. По словам Смита, он благодаря Йомину сделал большой профессиональный шаг вперед. Место съемок было определено благодаря тому, что кульминацию фильма и некоторые другие сцен нужно было снимать в большом и красивом католическом храме или рядом с ним. Очевидно было, что католическая церковь США не позволит снимать догму в их действующем храме, искать заброшенную церковь. Ее удалось найти в Питтсбурге, штат Кенсильвания, где из-за сокращения населения пришлось объединить несколько церковных приходов и, среди прочих, закрыть храм апостолов Петра и Павла, построенный в 1910 году. Заброшенная церковь так понравилась Смиту, что почти все съемки догму были проведены в Питтсбурге и его окрестностях. Также группа немного поработала в штате Нью-Джерси и в Лос-Анджелесе. Актеры считали за честь сыграть в радикальной комедии от Мирамакс, поэтому их гонорары были крошечными, практически формальными. Однако это означало, что сниматься звезды могли лишь в промежутках между работой над мыстоимыми проектами, которые хорошо оплачивались. Бен Аффлек, например, параллельно работал над Армагеддоном, а Крис Рок над Смертельным оружием 4. Собрать всех звезд вместе было почти невозможно и Смит был вынужден снимать то одних, то других, когда они были доступны. Расписание съемок от этого получилось хаотичным, с множеством простоев и бюджет рос как на дрожжах, потому что надо было платить всем, кто не смог позволить себе работать бесплатно. Это было основной причиной того, почему фильм, который планировал снять менее чем за 7 миллионов долларов, в итоге обошелся в 10 миллионов. Среди изначально запланированных расходов были траты на спецэффекты, не очень сложные, но все же куда более изощренные, чем в предыдущих лентах Смита. В частности, режиссеру пришлось освоить работу с компьютерной графикой за практические эффекты прежде всего за крылья ангелов и фекального демона с Голгофы, отвечал Винс Гуастини. Это востребованный, но второстепенный голливудский эксперт, которого нанимают, когда не могут себе позволить творцов спецэффектов первой величины. Для экономии средств Смит стал одним из кукловодов, управляющих механическими крыльями. Самой сложной декорацией стала декорация вагона поезда, построенная так, чтобы можно было сымитировать качку и движение состава. Работа над дизайном догмы, создатели старались вписывать очевидные и неочевидные намеки на религиозную символику. Так, например, ангелы в фильме носят толстовки с капюшонами, которые отсылают к мантям с капюшонами и нимбами. Изначально в фильме должно было быть немало экшн-сцен, но Смит быстро убедился, что снимать ему их не особо нравится и что они отнимают слишком много времени и денег для проекта, который и так выбивается из бюджета и расписания. Кроме того, обильный экшн отвлек бы внимание от религиозных и комических монологов и диалогов, а именно на них Смит и делал ставку. Так что одни экшн-сцены пошли под монтажный нож, а другие были показаны лишь намеками. Вовсе без экшна картины не осталось, но предполагалось, что схваток и перестрелок будет куда больше. Во время съемок «Догмы», которые происходили с апреля по июнь 1998 года, студии «Мирамакс» принадлежала студии компании «Волт Дисней». Хотя выпускать картину в прокат предполагалось под брендом «Мирамакс», это все равно означало, что к релизу будут причастны диснеевцы. И вот весной 1999 года «Волт Дисней» дала задний ход. Она отказалась участвовать в прокате ленты и запретила «Мирамакс» выпускать картину. Однако компания позволила братьям Харви и Бобу Вайнштейну выкупить права на «Догмы» и выпустить ее самим с помощью свежеоснованной компании «Лайнсгейт». А что было не так-то? Во-первых, диснеевцам не понравилась сцена, где Локи в праведном гневе расстрелят руководство гигантской корпорации, символ которой золотой теленок, но ведь Библия запрещают поклонять золотому тельцу. Слишком уж напоминала эта корпорация компанию «Волт Дисней». Во-вторых, и это было куда серьезнее, «Догма» еще до выхода вызывала протесты консервативных религиозных организаций, в частности католической лиги, которая рьяно выискивала все проявления антихристианства и антикатолицизма в США. Организации вроде католической лиги организовали протесты перед кинотеатрами, а некоторые из активистов даже присылали Смиту письма с угрозами. При этом сама католическая церковь хранила молчание, не отпускаясь до дискуссий с кинематографистами. Компания «Волт Дисней» почла за лучший «Не дразнить гусей», а «Лайнсгейт» протестов не испугалась. Традиционалисты ничего не смогли поделаться свободой слова и проката, и «Догма» вышла в Америке 12 ноября 99-го года, заработав 31 миллион долларов в бюджете в 10 миллионов долларов. Фильм почти втрое обошел по сборам предыдущую ленту Смита «В погоне за Эмми», что было очевидным подвижением вперед и победой для свободомыслящего Голливуда. Критики приняли ленту благоприятно, хоть и не без упреков, а зрители сделали догму культовым хитом. Им догма остается и сейчас. Это не самый смешной фильм в истории Голливуда, и критики были правы, когда в 99-м году отмечали неровность постановки. Но это определенно занятнейшее провокационное кино, которое особенно интересно смотреть зрителям, которые, как и Смит, интересуются вопросами веры и не придерживаются церковной догмы. Хотя в первую очередь догма — это комедия, и пересматривать ее стоит и тем, кто просто хочет посмеяться над неожиданными и нелепыми шутками и гэгами, которых в фильме в достатке. Некоторые считают, что это самый глубокий фильм Смита до сих пор, если не самый лучший. Безбилетник. Что касается меня, то я посмотрел догму примерно в 2002, может быть, в 2003 году на кассете с этим самым дубляжом. И тогда на меня, конечно, произвел впечатление этот фильм. Я ничего не знал о Джейм Молчалевом Бобе, но, вы знаете, мне показалось, что фильм, который заставляет сомневаться, в общем-то, в догматических каких-то понятиях христианства, это крутое кино. И, в общем-то, наверное, с него началось мое такое понимание того, что сомневаться можно во всем. А следующий фильм Кевина Смита стал следующим и для меня, когда я знакомился с этими фильмами. Это был фильм, где Джейм Молчалев и Боб исполнили главную роль. Кевин Смит совершенно не хотел снимать сольный фильм о Джее и Бобе, потому что вполне резонно считал, что слишком мелковаты эти персонажи для отдельного фильма. Джей и Молчалевый Боб в кино. Кто пойдет на эту срань? Однако, после того, как мимолетное гостевое появление в хорроре Крик 3 было встречено публикой на ура, Кевин передумал и занялся разработкой ответного удара. Джей и Молчалевый Боб наносят ответный удар. И поскольку Смит после Догмы стал уже не просто режиссером для своих, а был признан как талантливый постановщик по всему миру, он не хотел, во-первых, ударить в грязь лицом, во-вторых, поместив центр сюжета маскота в своей киновселенной, он решил, что это будет финал. Финал всей его джерсийской истории. Именно поэтому в фильм попали персонажи и актеры изо всех фильмов Смита. Ведь изначально задуманные как кривое зеркало главный персонаж его фильма второстепенный Джей и Молчалевый Боб были весьма схематичными персонажами, раскрыть которых в сольном фильме было весьма сложной задачей, что в общем-то и не сильно получилось в итоге. Как же твою мать стыдно. Дорогой, еще бы. Взяли твоих персонажей и сняли полуторачасовую байку про бядиков. Изначально сценарий был основан на ситуации с тем, как Джей и Боб пытаются спасти свой любимый магазин. Однако сценарий претерпел значительные изменения. Отчасти потому, что Смит хотел все-таки поменять стиль повествования и ему в целом понравилось при работе на Догме снимать роуд-муви. И отчасти потому, что его друзья и знакомые, а также коллеги звонили и просили взять их в фильм. Так количество персонажей фильма выросло до немыслимых ранее для Смита чисел. Что в общем-то позволило ему выпросить у студии Миромакс 22 миллиона долларов бюджета. И это было просто фантастически для фильма Кевина Смита. Однако это позволило включить в фильм компьютерную графику, хитрые трюки и даже взрывающиеся автомобили. В итоге в фильм была положена идея о крестовом походе Джей и Боба против фильма, который снимает по комиксу Холдена и Бенки и что уже готовящийся фильм смешивают с говном пользователей в интернете. Каком блящей интернете? Ужасно недовольны этим обстоятельствам персонажа Смита и Мьюиса покидают фасад привычного магазина и вообще штат Нью-Джерси и отправляются через всю страну в Голливуд, чтобы накостылять ненавистные студии Миромакс. Да, тут создатели решили постебать сами себя и чтобы никому не было обидно отыгрались на Голливуде в лице студии на которой были сняты почти все фильмы Смита. Сраный Миромакс! Кстати, была еще одна причина чтобы попрощаться с киновселенной в USQ. Кевин стал мужем и даже отцом и поэтому он воплотил в этом фильме все, что мог себе позволить относительно этой вселенной. Кстати, в фильме снялась и его жена и даже дочь. Она сыграла маленького молчаливого Боба в открывающейся сцене. Также интересно, что на роль Хроника в вымышленном фильме изначально хотели взять Сета Грина, потому что на одной стадии разработок студийные боссы хотели заменить Джейсона Мьюиза в Тусовщика Супермаркета как раз на Сета Грина, но в итоге роль досталась Джеймсу Вандер Бику. Большой фанат Звездных войн Кевин Смит не только умудрился запихнуть в фильм кучу отсылок к саге, но и впервые за долгое время снять в одном фильме Марка Хэмила и Кэрри Фишер, о чем те узнали только на примере. К слову сказать, Марк Хэмилл еще и озвучил Скуби-Ду в этом фильме. Я думаю, Джордж Лукас обосрется. И конечно же, самое большое количество отсылок и упоминаний происходит уже во время действия в Голливуде. Так, спасаясь от охранников, Джей и Боб пробегают мимо площадки, где снимается «Сорви голова». А руководит съемками Марк Стивен Джонсон, который впоследствии и поставил этот фильм. А на съемках «Вымлеченного Крика 4» героиня Шэнн Дуэрти выражает крайнее удивление, что под маской маньяка скрывается «Орангутанг». На съемках трилогии «Крик» Уэс Крэвен никогда не говорил актерам, кто является настоящим убийцей. В одной из сцен на заднем плане можно заметить несколько мужчин в черных костюмах и одного в полицейской униформе. Это аллюзия на бешеных псов. А когда Джей и молчаливый Боб прыгают на велосипеде, оказываются на фоне Луны, это отсылка к фильму «Инопланетянин». Ненавижу эту голливудскую фальшь. На малозаметную, но важную роль шерифа Кевин позвал Джада Нельсона, так как был поклонником фильма «Клубы завтра». Изначально роль Джейстис хотели отдать Хизер Грэм, но та отказалась, так как по ее словам она не могла понять, почему ее героиня влюбилась в недалекого и вечно матерявшегося Джея. И роль досталась Шеннон Элизабет, которая должна была сыграть другую небольшую роль, но ее пробы так понравились Кевину Смиту, что он предложил ей роль Джейстис. Поскольку Бен Аффлек уже вернулся к роли Холдена, одного из авторов оригинальных комиксов про пыхаря Хроника, то в роли актера Бена Аффлека и его партнера Мэтта Дэймона на съемках вымышленного сиквела «Умница Уилла Хантинга» должны были сыграть другие актеры. Среди возможных кандидатов значились Винс Вон, Джон Фавро, Шон Уайнс и Марлон Уайнс. И в конце концов Кевин пригласил на роли Аффлека и Дэймона, Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Вон два засранца из тупого фильма про умника. Несмотря на то, что Рэндалл и Данте появляются практически в самом начале фильма, а потом в самой концовке, сцены с их участием снимались в самую последнюю очередь. Дело в том, что изначально Кевин Смит не планировал включать этих персонажей в фильм, но потом справедливо решил, что в фильме, который должен был завершить рассказ о вселенной в USQ, должны присутствовать герои, с которых все и началось. В целом, можно сделать вывод, что фильм снимался в очень дружеской и непринужденной обстановке и в общем-то так оно и было. Актеры приходили, уходили, сменяли друг друга, все смеялись, однако главной головной болью было участие в съемках Джейсона Мьюиса. Как говорилось ранее, он был жестким героиновым наркоманом и алкоголиком, к тому же примерно в то время его осудили условно за хранение наркотиков и у него умерла мать. Съемки сцен с его участием и раньше в других фильмах Смита проходили нелегко, но их было не так много, все-таки Джей не главный персонаж. Плюс Смит все-таки не смог бросить друга и поддерживал его как мог. Однако на съемках ответного удара было несколько инцидентов. Когда Смит подвозил друга на съемочную площадку, он внезапно осознал, что тот находится в крайне неадекватном состоянии и со злости просто выкинул Джейсона Мьюиса из автомобиля. Другой раз дошло до драки с продюсером фильма Скоттом Массия. По окончании съемок Смит высказал Мьюису все, что об этом думают и предложил прекратить с ним общаться, если тот не завяжет. Надо сказать, что угроза действительно подействовала, так как у Джейсона почти не было друзей, а умершая мать была его последним живым родственником. И я типа «Ты что, не знаешь твою мать Джей и молчаливого Боба? Твою мать мачо-жеребцов сраного Джерси?» А она «Ой, я читала в интернете, что вы ребята пара вафлесосов!» Фильм не стал каким-то мега-хитом, но был признан удавшимся проектом. Ответный удар стоил 22 миллиона долларов, а в прокате собрал почти 34. Тогда еще живой главный кинокритик Америки Роджер Эберт поставил ему три балла из четырех, то есть хорошо, и написал следующее. Понравится ли вам Джей и молчаливый Боб или нет, зависит исключительно от вас. Фильмы Кевина Смита сделаны или точно для вас, или точно не для вас. Что касается России, то тут надо сказать, что огромный плюс к картине добавил дубляж с матерком и переводом Павла Санаева. Именно фразы дубляжа ушли в народ, а фильм в целом стал некой иконой для своих. Фильм, где режиссер скорее стал в один ряд со зрителями и кинолюбителями, а не с киношниками Голливуда. Да, этот фильм от киномана и подарок всем его поклонникам, потому что получить такой густой слой отсылок к своим и фильмам других режиссеров, создателей можно только в какой-нибудь пародии, а ведь Джей и молчаливый Боб наносят ответ на удар были ни разу не пародии, а вполне самобытный и оригинальный фильм. На этом, как я уже говорил, в принципе, Смит и планировал закончить, не возвращаясь к своим персонажам. И он, правда, решил поменять свое творчество. И в 2004 году вышел фильм «Девушка из Джерси», в котором было привычного нам смитовского юмора чуть менее, чем нисколько. Фильм был прохладно принят как зрителями, так и критиками и не смог окупить производственный бюджет в 35 миллионов долларов. Смит был очень расстроен, ведь он уже был готов уйти в большое и серьезное кино. Джей и молчаливый Боб наносят ответ на удар все-таки, наверное, остается самым развлекательным фильмом киновселенной Кевина Смита. Моя мама, например, всегда выходила из комнаты и говорила, как можно смотреть эту чушь. А я смотрел это на кассете, я брал эту кассету в прокат, причем я ее брал три или четыре раза и все пересматривал, пересматривал и смеялся. Я, конечно, не понимал всех отсылок к другим фильмам Кевина Смита в «Ответном ударе», ну, разве что к догме. Как было рассказано, «Ответный удар» действительно планировался как финальный фильм киновселенной Смита. Однако, несмотря на это, Смит все же оставил себе лазейку. В сцене после титров мы видим, как Бог закрывает книгу, в которой видно слово «Конец». Однако, если присмотреться, то там еще очень много страниц. Возможно, если бы девушка из Джерси выстрелила бы, все бы сложилось по-другому. Еще во время работы над девушкой из Джерси Смиту предложили снимать экранизацию «Зеленого шершня». От этой идеи он был в восторге. Ему, большому фанату комиксов, предлагают заняться экранизацией большой книги комиксов. Однако, когда провал девушки из Джерси стал очевиден, Смит приунел. Он понял, что ему придется отвечать за огромный бюджет, никак не меньше 50 миллионов. А он, несмотря на уже большой опыт, совершенно не представлял, как нужно работать по-настоящему, по-блокбастерски, так сказать. К тому же, после провала девушки из Джерси мысли уйти из кино появились у постоянного продюсера фильма Смита и его старого друга и соратника Скотта Масье. Поняв, что снимать Шерси ему придется в одиночку, Смит расстроился еще больше. Он не хотел портить большой проект своими неумелыми руками и отказался от предложений. И тогда он понял, чем ему стоит заняться. Решив взбодрить друга, он предложил Масье заняться продолжением их самого первого фильма «Клерки». Масье согласился, заметив, что этот проект они осилят и смогут раскрыть несложных персонажей, таких как Данте и Рэндалл. К тому же, им не понадобится громадный бюджет, их бы устроила сумма в 500 тысяч долларов. Террористы? Я опять забыл выключить чайник. Клерки 2. Осталось убедить ведущих актеров. И если с Брайаном Охиллореном проблем не возникло, то с Джеффом Андерсоном получилось не сразу. Он очень устал от роли Рэндалла, особенно с учетом того, что не так давно прошли работы по подготовке десятилетнего юбилейного издания клерков. И Андерсон, несмотря на то, что дружил со Смитом со школы, отказался от роли. А еще кто-нибудь из нашего класса здесь пашет? Впрочем, ему было интересно почитать сценарий, за что и ухватился Смит. Как утверждает сам Кевин, у него были наметки картины, которые описывал жизнь персонажей клерков много лет спустя. Еще до написания сценария он знал, что в фильме будет пожар, что там будет сцена с танцами, и что в конце герои станут владельцами своего магазина, и картинка уйдет в черно-белую гамму. Осталось придумать все остальное. Ты точно этого хочешь? Точно. Вот теперь мне полегчает. В итоге сценарий он написал примерно дней за 10. Масье сценарий похвалил, заметив, что 500 тысяч будет маловато, но в итоге все равно не понадобится оперировать баснословными суммами. К тому же сценарий понравился Харви Ванштейну, и что удивительно, Джеффу Андерсону, который на радостях присоединился к проекту, и фильм был официально запущен в работу. Несмотря на всеобщую поддержку, Смит и Масье изрядно опасались, что ступив на путь производства сиквела, а в их случае это еще и сиквел много лет спустя, они ступают на очень тонкий лед. Во-первых, им ни в коем случае нельзя было снять фильм хуже, чем Клерки. Во-вторых, им нужно все-таки было снять фильм не такой, как Клерки. Да, именно так. Но ведь дело было не в деньгах, иначе бы Смит не отказался от шершня. Он хотел доказать всем, и себе в том числе, что не растерял хватку и помнит, откуда началась его карьера. Послушайте, в возвращении есть только одно ясно, и не короля, а джедая. Война звездонутый. Студия поставила условия взять на главную женскую роль известную актрису и дала список рекомендаций. Как ни странно, Розарио Доусон оказалась последней в этом списке, и когда она получила сценарий, ей пришло читать его буквально за три часа и принимать решение. Второстепенную роль получил молодой актер Тревор Ферман, который ранее снимался в фильме у Андерсона и был его хорошим знакомым. Роль разлюбленной Данты исполнила супруга Смита Дженнифер Швалбах. По ее словам, она вообще не была в восторге от идеи съемок сиквела Клерков, поскольку она считала, что это отбросит карьеру Смита далеко назад. Однако Смит дал ей роль Эммы, и она сменила свое мнение. Остальные же эпизодические роли исполнили как и малоизвестные актеры, так и звезды мировой величины, вроде Джейсона Ли и Бена Аффлека. Даже мать вашу бю, да? Ну и, конечно, традиционно, поскольку фильм входил в киностилену Кевина Смита, фильм включили Джея и Молчаливого Боба. К слову сказать, Джейсон Мьюз и правда исправился, перестал употреблять наркотики и бросил пить к всеобщей радости и особенно самого Смита. Долбанная Библия? Эй, эй! Святая долбанная Библия, сынок! Несмотря на то, что он получил согласие всех актеров и бюджет, который он хотел, Кевин не хотел начинать съемки без еще одного человека. Без своего оператора, Дэвида Кляйна. Студийные боссы были пришлось пойти навстречу Смиту и кандидатура Кляйна была одобрена. В сиквеле, как и в оригинальном фильме, все действие происходило в одном месте. И этим местом стало иного места работы Данта и Рэндалла. Можно сказать, маскот большинства фильмов Смита забегала в Камуби. Ее, как ни странно, решили выстроить с нуля и не на студии, а на обычной улице. Правда, не в Нью-Джерси, как в фильме, а в Лос-Анджелесе. Еще во время отделочных и строительных работ Смит собрал на площадке основных актеров и начал делать прогонный сценарий на месте, так же, как он это делал много лет назад на первых клерках. И очень утешает факт, что кое-что в этом мире не меняется. Практически за неделю до начала съемок у Смита возникли сомнения из-за огромного количества негативных комментариев в интернете по поводу его будущего фильма. Кульминацией стала ночь накануне первого съемочного дня. В ту ночь Смит впервые за много лет пересмотрел первых клерков и понял, что все делает правильно. Первый съемочный день снимали сцену в офисе, где Данте и Бекки красят ногти и куда засовывает нос Рэндалл. И при первом же дубле Андерсон выдал. Что может так пахнуть? Лак для ботинок? Как утверждает сам актер, в нем ожили воспоминания о первом фильме, где магазин пропах кремом для обуви. А чего здесь пахнет кремом для обуви? После нескольких съемочных дней Кевин решил отсмотреть материал, благо снимали уже в цифровую эпоху и это было возможно. Был поздний час и Смит по ходу просмотра начал вырезать нужные куски и склеивать их, фактически монтируя готовые сцены. В итоге к утру он смонтировал пару сцен. Актеры очень удивились, особенно Розарио Доусон, которая вообще сказала, что было бы хорошо, если бы все студии так делали. Зато уже в процессе создания фильма актеры не только видели отснятый материал, но и смонтированные сцены и понимали, какой в итоге получится фильм. О! После 26 съемочных дней в Лос-Анджелесе группа вылетела в Нью-Джерси, чтобы снять сцену в магазинчике. По иронии, именно там и начинался и заканчивался фильм. По случаю, Кевин попросил свою маму вернуться к роли женщины, которая никак не выберет нужную бутылку молока, так как это было в самом первом фильме. После окончания съемок Смит окончил монтаж всего за две недели, так как уже успел много смонтировать во время съемок. И первыми зрителями оказались его друзья и большие любители фильмов Кветин Тарантино и Роберт Родригес. В итоге эти двое смеялись, задумывались, но остались в восторге от фильма. Однако несколько советов по перемонтажу они все же дали. В итоге фильм выставили вне конкурсной программы на Каннском кинофестивале, так что он не попал ни на постеры, ни на афиши, ни в печатные материалы фестиваля. И Смит до конца не верил, что фильм покажут в Каннах и даже хотел уехать домой. Однако примера все же состоялась и по окончании зрители искупали создателей в восьмиминутной овации аплодисментов. Оказалось, что именно этот фильм пронзил сердца всех поклонников Кевина Смита, особенно фанатов первой части «Клерков». Фильм оказался гораздо добрее, чем первая часть. Она получила скорее о последнем этапе взросления, когда вчерашние мальчики на побегушках наконец-то берут свою жизнь в свои руки и больше не боятся принимать решения, которые меняют их жизнь. В этот раз Смит попрощался со своей киновселенной по-настоящему. Можно сказать, он прошел полный круг и закончил ровно там, где и планировал в прошлый раз, когда включил персонажей Клерка в ответный удар. Только в этот раз все же переместил фокус зрителя с Джей и Боба, сделав их снова второстепенными персонажами. В моем городе Клерки 2 не вышли в кинотеатрах. Я помню, даже я ходил по видеомагазинам, спрашивал, могут ли мне привезти DVD с этим фильмом. Продавцы в основном такие говорили Клерки 2. Они вообще не понимали, о чем идет речь, что это за фильм такой. Но в одном магазине, собственно, мне довелось нормально пообщаться с продавцами и мне привезли лицензионный DVD на заказ. Правда, взял с меня предоплату в 300 рублей, но все же привезли. И тогда, собственно, я и посмотрел этот фильм. А Кевин Смит продолжил и дальше снимать кино, не притрагиваясь к любимой вселенной много лет. И только в прошлом году он выпустил еще один фильм Джей Молчелюбов Перезагрузка. Но, пожалуй, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Я думаю, что, собственно, в самое ближайшее время. А если вы хорошо посмотрите этот ролик, то я сделаю, наверное, еще один выпуск перемотки под другим фильмом Кевина Смита, который не связан со вселенной в USQ. Огромное вам спасибо, что досмотрели до конца. Да, я знаю, вы очень долго ждали этого выпуска, но, собственно, я тоже ждал, пока мы наберем 300 лайков. Я не думал, что это все-таки займет столько времени, однако, мы это сделали. Делитесь этим видео с друзьями, репостите его к себе на странице. Будет очень жаль, если его посмотрят очень мало зрителей. А с вами был я, Илья Фин. Ну, чего вы ждете? С ночи-бучи! С ночи-бучи!